Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот это тот самый Торгал Остров ледяных морей Второй том в серии Изданный в 1988 году Изначально права на публикацию серии в Польше Принаджили Кав Напечатан альбом под мягкой обложкой На уродливо дешевой бумаге По типу альбомной Наверное ей и являющиеся Потому что страницы впитали краску и цвета Все блеклые и выдохшиеся Внутренний блок на клею И со временем развалился Страницы несут на себе печать Моего начинания по авторскому переводу комиксов Вскоре права на публикацию серии Перешли к издательству Orbit Оно переиздало вышедшие УК в альбомы И продолжило серию дальше Это падение Брэкзарита Шестой том в серии И изданный в Польше в 1991 году Обложка плотная меловая бумага Внутренний блок менее плотный Но более белый Отчего картинка выглядит приятней Хоть и пропечатка хуже чем у предшественников И у оригинала Соответственно Сшито обычным журнальным вариантом Под скрепку Эти альбомы красил сам Россинский Потом за покраску Уже отвечала Грация И наконец права на издание сериала в Польше Перешли к нынешнему владельцу Издательству Egmont Которые снова переиздали Все вышедшие до этого альбомы Так как Россинский Родом из польского города Столова Воля То торгал у поляков Чуть ли не национальный герой Поэтому альбомы этой серии Издаются в двух вариантах В мягкой обложке Бюджетный вариант В харде стандартный Разница в цене почти в половину Так чтобы каждый мог прикоснуться к легенде Это Арахнея 24 том в серии Изданный Эгмонд Полска Под мягкой обложкой Внутренний блок Очень качественная печать На качественной бумаге Но клеенный Поэтому его ждет развал При плохом уходе Обложка ламинат В 2003 году издательство EDK Вовсю пыталось подсадить нас На марвеловских ширпотреб Издательство Нитусов Попытались приучить читателя К европейскому качеству Были приобретены Несколько тайтлов Среди которых был и торгал Первым и единственным томом Были изданы Почему-то лучники Девятый том в серии Хотя это первая история В которой появляется Крис де Вальнор Дерзкая разбойница И любовница Таргала Издание качественное И ничем не уступающее Оригиналу Хардковер И сочные цвета На внутреннем блоке По традиции На четвертой странице обложки Помещена информация О вышедших альбомах И биографии создателей У Нитусова Никакого текста нет Видать издавать Другие альбомы Планов действительно не было И наконец Можем взглянуть На оригинальный Бельгийский альбом Это Варвар 27 том в серии Изданный в 2002 году Серия принадлежит Издательству Ломбар Как и любой другой Представитель Европейской графической Прозы Таргал Издается в Хардковере Большим альбомным форматом Внутренний блок Отпечатан на качественной Белой бумаге Великолепно сохраняющий Насыщенные цвета Блок клеенный Хоть и качественно собран Вариант что развалится Все равно есть Сравнивать с российским Изданием Смысла нет Нитусов печатал Таргала В Бельгии И он ничем не уступает Оригиналу В 2010 году Издательством Было принято решение О расширении Вселенной Таргала И выпуске Нескольких спин-оффов Под названием Мифы Таргала Выходят серии О Крис де Вальнор Люф И серия Рассказывающая О детстве Таргала Также в 2002 Для расширения Границ Основной серии Была выпущена Компьютерная игра Проклятие Одина Из серии Литературных новелл Во всей долгой истории О отважном Викинге Таргале Практически нет Проходных персонажей За некоторым исключением И то с большой натяжкой И так получилось Что большинство персонажей Женского пола Ну что поделать Любят женщины Сильных, смелых И отважных И спутницы у Таргала Под стать самому герою Как не хранительница Междумирья Так дочь короля викингов И все поголовно Влюблены в протагониста Неудивительно Что в спин-оффы Даже вынесли Женских персонажей Роковая красотка И сорвиголова Крис де Вальнор Стала главной героиней Первой серии В 28 томе Основной серии Крис де Вальнор Умерла Упс Спойлер Ценой собственной жизни Защищая бегство Таргала с семьей Также она отдала Ариции Своего ребенка Своего и Таргала И после смерти Крис попадает На суд Валькирий Которые будут решать Попадет ли она В Валхалу Или вечно будет Скитаться в ледяных Туманах Нив Автор сценария Ив Сенте Рисунок От Джулия Девита Это польский вариант Второго тома От издательства Эггмонд В хардковере Главной героиней Другого сериала Стала Люф Дочь Таргала И Ариции Как потомки людей Со звезд Дети Таргала Обладают Сверхспособностями Умение Люф Разговаривать с животными Люф В переводе с французского Волчица Имя данное ей при рождении Абсолютно не случайно Она с волками на равных В первых томах Нам расскажут О темном маге Который разделил Люф На две половинки Чистую душу И волчью сущность девочки Но половинки Стремятся воссоединиться Автором сценария серии Стал Ян Известный И очень плодовитый сценарист Рисунок в альбоме Из-под пера Романа Сурженко Российский художник С живым реалистичным стилем Стал известен Еще когда работал В родной стране И когда Ломбар Доверил ему Одну из серий Оторгали Произошло Практически чудо Роман С своей графикой Очень четко попал В стиль Раннего Россинского Еще до того Как он стал Рабски эксплуатировать Живопись Не только на обложках Но и заливать Красками страницы А началось это С 29 альбома Вы наблюдаете Просмотр первого тома Из серии Люф Выпущенной в Голландии Печать идеальна И дальнейшему исследованию Не подлежит Идея о приключениях Молодого Таргала Давно витала в воздухе В седьмом томе Основной серии Дитя со звезд Создатели кратенько Пробежались по основным Событиям тех лет Когда Таргал был Еще сопливым пацаном Но всем хотелось Большего И вот очередной спин-офф Оправдал все ожидания Молодой Таргал Создатели расскажут нам О приключениях Молодого Таргала И Ариции По ходу действия Мы встретим много героев Которых знаем Уже взрослыми Или старыми Авторами здесь Вновь выступили Ян и Сурженко И снова я удивляюсь Трудолюбие этих ребят Перед нами снова Голландский вариант альбома Это первый том Новой серии Под названием Три сестры Михельсон По традиции Все альбомы Оторгали Красит Граца С чего бы это вдруг началось Мы обсудим чуть позже Здесь же По краску Доверили самому Сурженко Видать тетенька Не справляется С таким валом работы И не прогадали Предыдущий альбом Где Граца Красила графику романа Мне показался спорным Она заляпала красками Всю штриховку Над которой роман Плотно поработал И за которой Хотелось понаблюдать Все вкусные детальки Утонули под сомнительной живописью Здесь же все в порядке И роман Умело выставил Качественный контур На обозрение На этом мы остановимся А во второй части Я расскажу о сопутствующих товарах Которые выпускал Ломбар В разное время Для популяризации сериала Немного о сюжете И о создателях серии Талантливейших художниках И сценаристах Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok